Если всё не так, если всё иначе, Если раз давай, а с ищешь встречи вну, Значит и пришла моя любовь. Ну что, мир бузит! Посмотрите телевизор Буза Бузилова. Итак, пошли отклики на видосик мой. На видосик, значит, про вечные ценности. Два дельфина. Будда приобрёл знания. Как этими знаниями он воспользовался? Ну, посмотрите, посмотрите, почитайте, Как он воспользовался. Ну, в первую очередь, что его мучило, Что его мучило, вот то, что там страшно жить, Что человек состарится, Что там болезни и там прочее, прочее, прочее. То есть, его это перестало, насколько я понял, волновать. Ну и так далее. Как он воспользовался? Посмотрите. Конечно, нельзя прожигать свою жизнь, Чтобы не было мучительно больно за бежитым на прожитые годы. А подавляющий большинство и не понимает, Понимает, для чего ему жизнь. Просто работает, просто то делает, просто всё делает. То есть, целенаправленно работают единицы из миллионов. Вообще-то, вообще-то. Они не пытаются даже разобраться в том, Для чего жизнь должна. Ну, это, это вообще удел очень-очень малого количества людей, Которые, знаете, за счёт прежних своих наработок Понимают, вот эта жизнь, Ух, я в этой жизни так и сделаю, так уж сделаю. Так, дальше. Думаю, что человеку нужно заниматься любимым делом, творчеством. Вот, знаете, любимое дело творчества. Вот мы на данном этапе находимся, И у нас любимое дело творчества В основном понимается, что мы работаем руками. А вот любимое дело и творчество, знаете, Это работа мыслью, воздействием мыслью на окружающее пространство С целью его облагораживания Значит, так воздействует, что оно облагородилось И в то же самое время было нам с пользой. Почитайте, как Иисус Христос пользовался этим. Допустим, воду превратил там в вино или что-то там такое. Сколько там, несколько рыбок сушеных, да? Он накормил там огромное количество людей. Ну, примерно так. Не думайте, что это сказки. Вот не думайте, что это сказки. Отнеситесь к этому более серьезно И подумайте, а как же это вот можно сделать? Далее. Но дело это должно приносить пользу. Естественно, пользу. Дело в том, что когда человек начнет работать своим умом, а не столько руками, как сейчас. Знаете, выпотрашиваю вот это вот землю, все там распашу. Распашу с целью. Какую с целью? Продам. Займею денег, накуплю еще там чего-то, чтобы еще там что-то делать. А тут польза именно совсем другом. Облагораживаешь землю и ничего ты не ломаешь в ней. Вот это вот очень интересный феномен. Может, даже не только тому, кто этим делом занимается, но и другим людям. Так, дальше. Вообще человек должен работать на благо общества. Так нас учили. Вот так нас учили, понимаете? Вот так нас учили на благо общества. Так вот, смотрите. Оказывается. Вот что сейчас вот оказывается? Что сейчас оказывается? Оказывается, что кругом враги. Кругом враги, недружественные страны и так далее. И этому нас учили. Вот когда человек понимает, что он связан с окружающим миром, множеством различных связей, то он поступает так, чтобы это все не ломать, не собрать, не вспахать, продать, потом что-нибудь там купить, набузить. А это потом, да, там, в свалку превратить. Что остается после нас? Остается неплодородная земля и свалки. Так, а вот если мы вот это начинаем понимать, то мы к другим людям, вот смотрите, на благо общества, когда человек начинает понимать, чем он должен работать, как он должен относиться к земле, то он это все дело бережет, он это все дело сохраняет. и излишков ничего этого не делает. То есть он других людей, грубо говоря, не привлекает, не делает их рабами для того, чтобы осуществлять свои какие-то, грубо говоря, обслуживать какие-то чувственные интересы. Вкусно там покушать, развлечься, грубо говоря, еще что-то, еще там сделает. А вы там трудитесь и все, вот эту землю пошите, удобрение делайте, это только так мы говорим насчет сельского хозяйства. И работайте, не разъебая спины, продавайте туда-сюда и так далее. То есть видите как? А если вы понимаете, что вы пришли для того, чтобы развиваться, чтобы вы наработали свой собственный потенциал, вы других людей будете поддерживать, вот оно тогда, общество начнет работать так, как надо. Окружающие будут нам, мы не будем рассматривать их как средства для удовлетворения своих каких-то там хотелок, а мы их будем рассматривать равных. А если так, вы сами просто задумаетесь, вот как нас рассматривают, допустим, там, грубо говоря, президенты, там, компаний, транснациональных и так далее, и так далее. О чем говорят? Вы вообще такие выражения слышали, что игроки на рынке, игроки на рынке, игроки в том, игроки в всем, и так далее. Мир играет, играет нашими жизнями, нашими ресурсами, нашим будущим, всем он играет, понимаете? А мы смотрим, хлопаем, и так нас учили. Да потому что нас учили для того, чтобы вот так вот все и было, чтобы были цари и были холопы. И все. Дальше поехали. Анна Миронова. Мы все приходим за определенным опытом. Ну, ладно. Накапливаем его в виде энергии и сознания. Как бы лучше бы сказать, вот, опыт, что на основании опыта мы начинаем понимать, как мы должны поступать с окружающим пространством. То есть мы меняем свое отношение. Мы не накапливаем энергию, мы меняем свое отношение. А так как мы меняем свое отношение к окружающему пространству, стараемся не противостоять ему, а как-то, знаете, быть единой силой, поддерживающей, которая, грубо говоря, знаете, природа выдвинула человека как нечто разумное, что должно ухаживать за землей. Вот так. А не насиловать ее, не грабить. И так далее. И вот тогда-то, тогда-то на основании этого начинается, начинает возникать и сила, которую нам дает окружающее пространство. То есть вот она, в чем дело. А вот так вот, просто так, в виде энергии и сознания, в виде энергии и сознания. У меня был опыт переживания смерти, выхода из тела. Так хочу заметить, что мое сознание осталось со мной. Знаете, это, конечно, очень интересное переживание. Я сам, у меня есть такой опыт выхода из тела. Это очень интересная такая, конечно, вещь. Но это не значит, что-то, что-то такое. Ну да, был феномен. Да, был такой. Можно вот это вот все дело настолько развить, что вы сознательно будете выходить из тела, путешествовать туда-сюда, грубо говоря, по окружающему пространству. То есть на это это нельзя как бы сказать, так вот отнести к тому, что вы не то, что чего-то достигли. что вы поняли вот эту вот взаимосвязь окружающего мира и вас самих. Ну, это я так думаю. Так, все чувствовалось в том числе, все чувствования в том числе усилились в разы. Да? Вы начинаете чувствовать вы начинаете чувствовать не какими-то там органами чувств, а вы начинаете чувствовать вот всем своим существом. Далее. Прошло некое изменение сознания и его усиление. Ну, это да. когда человек выходит из тела, он несколько ярче все это чувствует. Так, все верно чувствуете, Петрович. Нет ада и рая, нет земля, наш ад и рай. Все зависит от того, как вы относитесь к этому. Понимаете? К хорошему и к плохому. Вот как вы к этому относитесь? Если вы относитесь это как к своего рода ситуации, которая должна вас чему-то научить, это совершенно иное. А если вы относитесь к этой ситуации как к тому, что она вас наказывает, значит, это будет ад. Если к ситуации, что она вас чем-то там радует постоянно, значит, это рад. Так, земля и все, что с нами происходит на земле, это главное. Важна осознанность. Осознанность. Но! Вот значит, мы говорим осознанность, осознанность, осознанность. Но что мы подразумеваем под этим словом? Осознанность. Осознанность наших в первую очередь мыслей, от которых уже дальше идет действие. Чтоб мы осознавали, где мы истинны, а где через нас какие-то мыслишки, какие-то сущности хотят пролезть. Это очень важно понимать. Но порой тысячи жизней недостаточно, чтобы перейти к ней. Ну, всякое, всякое бывает. Присутствие осознанности дает ответы на все вопросы и непонятки, и различные состояния действий. не все личная осознанность дает ответ. А, на все личная осознанность дает ответ задача прийти к осознанности удачи. Опять-таки, вот смотрите, вот концовка у нас в прошлом видео была обуди, который вот эти все желания, которые проявились в виде целого войска, да, этого, мары, поставить под контроль, под контроль. Вот это вот означает уже осознанность. То есть осознанность должна, как бы стоять у вас в голове, в вашем сознании должен быть такой страж, который бы следил за тем, что ваше сознание, что в нем творится, какие мысли там бегают у вас, какие там желания возникают и так далее. Он это должен все ответствовать, это большая внутренняя работа плюс самоконтроль, который со временем становится естественным. Так, ну поехали дальше, да, еще два дельфина мы брякнули, теперь Анну Мироновну заделали, Вадим Лагрин пишет, тема, конечно, глубинная, понимание ценностей жизни у всех разное, а вы вот подумайте, вот знаете, оно, конечно, разное, разное, но вот именно вечные ценности, они оказываются вечными ценностями, они оказываются одни и те же, одни и те же, которые не меняются из века в век, все другое меняется, раньше, грубо говоря, там лошадь хотелось приобрести, потом там телегу, потом машину, потом там грубо говоря электрическую машину, потом там грубо говоря вертолет или самолет, яхту и так далее, и тому подобное, все это менялось, это не есть ценность, А такие вещи, как жизнь, здоровье, это уже вечные вещи, да? Ну и так далее. А на чём это понимание стоит на опыте души конкретного человека? Знаете, вот опыт души конкретного человека. Смотрите, вы научитесь, как бы сказать, кое-что сопоставлять и себе объяснять. Вот вы были ребёнком, до пяти лет у вас были одни ценности, с пяти до десяти, допустим, другие ценности, с десяти, грубо говоря, до пятнадцати, трети и так далее, так далее, так далее, так далее. А потом вот на свою жизнь гляньте, а что ж на самом деле ценного было? Вот что-то менялось, а что-то оставалось. И, как правило, оставалась жизнь, оставалось здоровье, оставалось накопление опыта. А всё остальное так, ну, так, одному хлебом, мне кажется, дай стакан водки, другому, а, дай стакан водки. Вот видите, как бы, стакан водки дай. Зачем ему водка? Ну, знаете, я сегодня шёл по городу, вернее, ехал, наверное, по городу. Хотя я сегодня и ходил, и шёл по городу. И видел, наверное, я солдатика видел, молодого человека. И так, знаете, у меня, за счёт моей энергетики, энергетики, вот из всего вот этого, у меня сконцентрировалось внимание, хотя я ехал по дороге, да, ехал по дороге, а он на аллейке спал. То есть спал, вот как раз, возможно, это молодой человек, форма вроде как военная, там, берстная и так далее, который побывал там, и вот оказался уже здесь, там, и вот это вот, от всего этого отходил, вот, будем говорить, напившись до того, что он там заснул. Что нам делает алкоголь? Алкоголь у нас просто-напросто, ну, как бы сказать, вот мы в этом состоянии были, в котором, как бы сказать, вот мы не найдём ответа, не найдём выхода, что делать и так далее. И мы его, грубо говоря, алкоголем заглушаем. Отрубились, и всё, нету вот этого, знаете, то, что нас изнутри беспокоит, как будто, будто беспокоило, понимаете. Но можно же, действие алкоголя кончилось, и опять ему, допустим, там, те же картины, которые он пережил, и он не знает. Люди, как правило, которые прошли через военные действия, у них уже голова совсем начинает как-то по-другому работать, потому что с ними там и беседы, и так далее, и так далее, ну, грубо говоря. Но это не значит, что вот этой водкой вот это всё куда-то отодвигать. Важно с этим разобраться. Что сделал Будда? Он разобрался со своими страхами, со своими беспокойствами. Он разобрался и успокоился. Понял истоки их, понял, как они работают, понял это. Вот я для себя, знаете, вот, ну, видите, энергетик у меня и прочее, прочее, рост идёт. Я стараюсь, в первую очередь, вот, будем говорить, понять истоки этого, понять действия своего беспокойства, раздражения, понять, понять, понять вот эти разные механизмы, чтобы, знаете, вот, когда вам что-то там начинают говорить, да вот то-то, то-то, и, как бы сказать, делают вас виноватым, и вы внутри, да, вот, виноват, какой я плохой, что я там сделал, и так далее, и тому подобное. У вас вот это уже перестаёт вот это вот работать, этот механизм самообвинения, или обвинения окружающего пространства, или, будем говорить, вот, беспомощности в окружающем мире, что вы ничего не можете сделать, и так далее, и тому подобное, там, болтаетесь. Вот это всё уходит, вы начинаете действительно понимать свою истинную сущность, понимать вот эти вот механизмы, и вы смотрите на всё это совершенно иначе, как на средство, которое позволяет вам что-то в себе воспитать и сделать вас сильнее. А не то, что в водке и всё такое. Другими хочется полюбоваться хорошей картиной в музее. Это хорошие вещи, картина в музее, но ничего. Знаете, вот когда вы научитесь любоваться своей собственной, ну, грубо говоря, своим собственным духом, своим собственной душой, с вот этим миром, который вам всё это дал, понимаете, вот это совершенно иное любование, это совершенно иное отношение, это совершенно иная любовь, это совершенно иные силы, нежели картины в музее и так далее, и так далее. Хотя, если всё это сделано, так сказать, очень-очень хорошо, вы через картину можете войти в то состояние, в котором это делал художник, и как-то его тоже пережить. Это тоже очень интересный хвеномен. В третьем у красивой музыки, когда цвета тебе пахнет абрикоз, весна вышует так и надо, а у меня один вопрос, а у меня один вопрос, где ты живешь, моя отрана, весной девчонки, как цветы. Вот, знаете, я пою, и вы можете подумать, вот это у него чердак поехал. Знаете, позвольте себе свободно, свободно жить, свободно изъясняться, не боясь никаких неосуждений, ничего, позвольте себе, знаете, вот как цветок распуститься и засиять, как сказал. Так, ну это все желание, но желание разное, один со знаком минус, другой со знаком плюс, и есть еще соблазны, тра-та-та-та-та-та. А чем желание отличается от соблазнов? Тем, что изначально со знаком минус и потакание соблазнов дорого обходится человеку. Как дурого? Вот это, ну, как бы сказать, я просто дополню Вадима тем, что, что различные соблазны, есть не что иное, как нечто, пытающееся через ваше сознание подпитаться. И оно вот так вот заставляет вас мыслить, заставляет вас создать энергию, заставляет вас эмоционировать и так далее, и так далее, и так далее. О чем Будда? Будда, так сказать, немножечко это самое говорил. Так, Наталья Боровик, благодарю вас, я крепко задумался, очень ценная информация, есть над чем работать. Понимаете, вот именно вот это, вот это должно прежде всего преподаваться с детского возраста, чтобы человек ощущался человеком, а не какой-то там этой самой, а не какой-то там пешкой. Читаем дальше. Увлеченный рыбалкой, Анатолий Петрович, здравствуйте, посмотрел видео с интересом, все, есть о чем подумать. Пожалуй, эти темы можно обсуждать вечно, дай Бог вам здоровья. Знаете, есть темы, которые надо не обсуждать, а которые надо воплощать в жизнь. Вы вот крепко задумайтесь, вот об этом задумаются единицы, остальные, знаете, самотеком так живут, их гонят на работу, гонят туда, гонят сюда и так далее, и так далее. Они никак не могут разобраться, что в этом мире, что там ценно, вот-вот, кроме что пойти на работу, потом заработать денег, потом, грубо говоря, очень хорошо съездить там на море, вкусно там покушать, желательно там более-менее какие-то там удобства. Жизнь удалась. А именно, где ваше развитие? Где ваше развитие? Где ваша наработка мощи? Нету. Так, Любовь Николаева, Петру Ильича, ага, Любовь Николаева, еще раз убедилась, послушав вас, какой вы умница, ну, благодарю, вы как будто мою жизнь рассказали, те же страсти, та же борьба. Да, ежедневно, ежесчасно. Вот некоторые люди начинают как-то над этим задумываться, это хорошо. И это есть у всех, но одни как-то начинают задумываться, начинают вот с этим пытаться работать, а другие, да, просто, а, вот это пришло, окрасило этой страстью, окрасило этим желанием его, окрасило этим. И он просто-напросто как сосуд для тех или иных эмоций, которые вот так вот гоняют туда-сюда, расшатывая его, так сказать, эндокринную систему, физиологию и располагая к психоэмоциональным заболеваниям. Так, все те же страсти, та же борьба с невидимым врагом, но видимым душой. Это очень интересная вещь, потому что мы-то думаем, что вот эта мысля, там, это наша мысля, а эта мысля нечто иное. То есть мир не так прост, как нам все это кажется и как это думается. Он намного сложнее, намного, можно так сказать, коварнее и мудрее. Так, далее продолжаем. Я даже думала, что я чокнута. Нет, просто у каждого вот эти мысли. А вот когда человек начинает вот с этим как-то более-менее работать или обращать внимание и так далее и тому подобное, то вот это все, если он там рассказывает кому-то, думает, ага, что действительно у него там крыша поехала, там, как так сказать, человек чокнутый и так далее. Нет, это просто-напросто идет некая иная работа. Человек дошел до этого, чтобы разобраться со всем этим. Оказывается, нет. Огромное спасибо вам. Вот тут я рад, что все-таки вот эта вот штучка, да, хрючка, она все-таки сделала свое дело. Продолжайте лекции на такие темы, они очень нужны. Знаете, вот об этом, когда у человека там что-то возникает, какие-то, допустим, вот это там заливает водякой он, какие-то навязчивые состояния и прочее, прочее, прочее идет там, допустим, в психиатру, и они что, да, надо успокоиться, вот тебе таблеточка, вот тебе таблеточка и так далее, становись овощами и все. Или там действительно лучшую водку, или принимай наркотики, как бы сказать, вот от этого, забывайся от этой темы. А ее надо разобрать для себя, разобрать, проработать, и она теряет свою важность. То есть она как раз дана вам для того, чтобы вы поработали своим собственным сознанием, и за счет этой работы разобрались и в самих себе, и в то, что к вам лезет, и стали сильнее. А не то, что таблеточка, да и все. Видите, как современное общество, таблеточкой и вали отсюда. Так, ББК-1. Здравствуйте, доброе здоровье, Петрович, прекрасная информация, благодарю вас. С праздником, с днем труда, с наступающим верным воскресеньем, с наступающим верным победой 9 мая и праздником святого князя Александра Невского. Хорошо. Невский это, который победил шведский хрестоносец на льдовом побоище. С праздником, Петрович, желаю добро и счастья. Ну что, с праздником, так с праздником. Я вас также поздравляю со всеми праздниками. Так, Вадима Лагрина я прочитал. Спасибо. Так, вот, наконец-таки, фишка. Тот человек, которого я использовал в предыдущем, значит, видосике, вот она ответила. Спасибо за беседу, что вы имеете под видом накопить мощь. Вот, вот это и мощь есть. Мощь, вы ее очущаете, мощь. То есть, вы перестаете уставать, у вас брылит все там внутри, понимаете. И так далее. Это так, это как один из видов. А далее мощь протекает на то, что вы становитесь более чувствительным. Вот, например, у меня, как бы сказать, нос свое время там работал, потом там, грубо говоря, забит был, и я запахов особо не ощущал. По мере наработки, энергетической наработки, вы начинаете тоньше ощущать окружающее пространство. Вы начинаете его чувствовать. Это, как, знаете, радиостанция, в которой больше мощи. Она начинает принимать гораздо, там, допустим, дальние станции и так далее, и так далее. Лучше запахи чувствуете. Лучше, вот, как бы сказать, интуиция работает. И прочее, прочее, прочее. Избавиться от пороков эмоций и знать, и стать самостоятельным. Ну, знаете, я вот становлюсь вас понимать. На начальном этапе вот это вот все нам навязали вот эти пороки, шмароки и так далее, и так далее. Стать самостоятельным. Стать цельной личностью. Цельная личность становится тогда, когда вот эти вот все пороки, эмоции, это все возникает от мышления. От тех мыслей, которые пытаются пролезть через наше сознание. И вызвать либо пороки, либо эмоции и так далее. То есть вы это подпитали. А когда вы это понимаете, вы совсем по-другому начинаете действовать. Спокойно, хладнокровно и становитесь мощной, глыбищей. Естественно, будете самостоятельными. Так, все же мне показалось, что мы с вами об одном и том же говорим. Ну, не возражая, говорим об одном и том же. Ну, вы сами можете судить, насколько мы говорим об одном и том же. То есть более глубже я или менее глубже поверхностно. На это все рассуждаем. Мне лично интересуют все эти механизмы, которые там работают. И я начинаю вот так анализировать. И начав это все, допустим, с того же спорта, перенеся это все на оздоровление. И далее перенеся это на сознание, ты начинаешь работать. То есть действуют одни и те же механизмы. Есть ли знать, как это? Так, если я вас правильно поняла, просто с разных сторон. Но! Наверное, так и будет. На мой взгляд, надо во всем проявлять свою волю и не бояться этого. Я только что вам говорил о том, когда я пел песню. Не бойтесь показать себя. Даже не для того, кому-то там показать. А вы боитесь, каждый человек боится, знаете, вот, а как окружающие посмотрят, а что там они скажут, а разве это можно, а разве это принято. Вот это, вот это, вот это, бояться и так далее, и так далее. Живите вольно, живите свободно. Вот это свобода, которая такая свобода, которая, знаете, никого бы не задевала. А вот просто, знаете, вот как, грубо говоря, как радуга сияет своей красотой, и мы этим любуемся. Вот станьте радугой такой, которая никому ничего не мешает. Но в то же время это красиво. Также при смене мерности спросите, ну, началась смена мерности и так далее. И тому, куда дальше хочешь, вот, проявляя волю, куда ты хочешь, обратно сюда или дальше, за другим опытом, в более высшее сознание и так далее. Ну, вот, вот это вот, вот, фишка. Вот, в следующий раз постарайтесь, вот, что я вам говорю, проявить волю, вот, что такое, вы понимаете, под волей, куда ты хочешь, вот, чтобы конкретно, куда ты хочешь, обратно сюда, куда сюда. И дальше, за другим опытом, за каким опытом, более высшее сознание, что вы подразумеваете по этими высшими сознаниями. Вот, если я говорю, что для того, чтобы стать Творцом, нужна мощь, нужна мощь, благодаря которой, вот, как говорил, интересно, Иисус Христос. Нет у вас, нет у вас, как это называется, ой, воле сознания, веры. Нет у вас веры. Если бы была вера, там, с горчичное зерно, вы бы сказали, той горе, прийди сюда, или там, что-то там, скинься у моря. И было бы, вот, понимаете, вера, вера, которая, которая насыщена энергией, то есть, вы что-то хотите и верите в это. И вот это ваше вот хотение и энергетика делают это дело. А, как сказал. А, как сказал.